Субтитры создавал DimaTorzok Которым Павел передает приветствие И через эти приветствия мы можем научиться немножко больше о том, кто такой Павел И что это может сказать в нашей жизни и в жизни молитвенной нашей Давайте начнем Римлянам 16 Первые стихи читаем Первый и второй стих 16, 1, 2 Представляю вам Фиву, сестру нашу, деканницу церкви Кенхерейской Примите ее для Господа как поличным святым и помогите ей И в чем она будет иметь нужду у вас, ибо и она была помощницей многим и мне самому Послание В предыдущем главе как бы заканчивается последним стихом, что Бог же мира добудет со всеми с вами аминь И с этим окончанием Павел переходит Переходит к передаче приветствий к людям общины Но прежде чем он посылает Он представляет нашу Фиву, сестру Она была деканницей Мы можем видеть из этих стихов И из стихов дальше Что Павел подчеркивает, что у женщин есть часть в общине Часть служения Активно Из 28 человек, которых Павел перечисляет Девять человек – это женщины Которые служат в общине Например, 12 стих «Приветствуют Трифену и Трифосу, трудящихся о Господе» По всей вероятности Две эти женщины Были, как бы, может быть, близняшки Из-за того, что Павел упоминает женщин Не нужно избегать женщин в общине В служении общине Но вместе с тем важно Чтобы как дух, который у женщины, которая служит Тоже важно, какой тот же дух, как мужчины служат То есть важно внутреннее духовное состояние Чтобы соответственное было с Духом Божьим в служении И Фива – это перейдем к Фиве То есть она деканница Это очень ответственное служение И это одна была из тех, кому было дано это послание Чтобы она передала Передала это послание дальше Павел находится в Коринфе И он напишет Пишет Римской общине Чтобы они приняли силу И помогли ей В тот период В ночлежные дома Они были Не место, где можно было останавливаться Быть уверенным Поэтому люди Были Предпочли останавливаться у знакомых людей У тех, кого знают Если они были не знакомы между собой То им писали письма рекомендательные Чтобы люди могли останавливаться в ночлег Давайте дальше Третий стих Приветствуйте Прискиллу и Киллу Сотрудников моих Во Христе Иисусе Которые головы свои Полагали за мою душу Которых не один благодарю Но и всех Песнячников И домашних церков Приветствуйте Возлюбленного моего И пенета Которые есть Зачаток Ахаи Для Христа Давайте остановимся здесь Раз на минуту Потом продолжим Темой Йоти хочет показать Экран Секундочку Присила и Акила Присила и Акила Кто они? Первый раз Когда упоминаются их имена Это в Деяниях Деяниях 18 Давайте Деяние 18 С первого по третий стих Там мы узнаем Об этих людях Первый раз В Деяниях 18 С первого по третий Давайте посмотрим После этого Павел Оставил Афины Пришел к Коринф И найдя Некоторого Иудея Имени Макиву Родом Пантинянина Недавно Пришедшего Из Италии И прискил Жену его Потому что Клавди Павелел Семь иудеям Удалился из Рима И пришел к ним И по одинаковости Риминесла Остался у них И работал Ибо в Рислом Их было Делание Палаток Павел Павел Встретил Акилу И Прискилу В Коринфе Он встретил их Акила Вынужден Было Оставить Римля Из-за того Что был Приказ Иудеям Удалиться Из Рима И Павел Жил В этой семье У них было Одно и то же Риминесло Делание Палаток Когда Павел Оставляет Коринф Он берет С собой Пискилу Экилу И оставляет Их В Эфисе Мы это Видим Ему Беодоверие Которое Павел Иудеям В четвертом Стихе Римлянам Что они Давали Голову Свою За него Непонятно О каком Событие Идет Речь Точно Не упоминается Не рассказывается Подробно Все что Произошло Там Но может быть Что говорится Здесь В 19 главе Деяний 23 стихе Что В то время Произошел Немалый Мятеж Против Ути Господня Итак Мы говорим Что они были В Эфисе И Павел И Пирскила И Кила И может быть Они Сказали Своей Жизнью Тем Что они Павла Избавили От опасности Может быть Это было Другое Кое-то Событие Мы точно Не знаем Что было Но в любом Случае И сейчас Когда Павел Пишет Это послание Кремленам Прискила И Кила Находятся Как бы Ключевые Люди В общине Они Они Принимают Гостей И У них Собирается Община И Павел Посылает Приветствия Тоже Членам Общины Вернемся К 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 Итак Община В Риме Возможно Была Разделена На Домашние Группы Или Домашние Церкви И В списке Приветствий Которые У нас есть Мы можем Видеть Минимум Три группы Где люди Собираются По Домам Мы В пятом Стихе Это Видим В десятом Стихе Можно Видим В одиннадцатом Стихе Когда мы Придем К этим Стихам Мы поговорим Об этой Стихе Давайте С пятым Стихом Продолжим Мы Римлянам 16 Пятый Стих Пятый Стих Приветствуйте Возлюбленного Моего Эпенета Который Есть Начаток Ахай Для Христа Эпенет Обратите внимание Как Павел Обращается Возлюбленный Это был Как бы Начаток Первый Плод Ахай Для Христа Возможно Это был Плод Павла В распространении Евангелия Шестой Стих Приветствуйте Мирьям Которая много Трудилась Для нас Емирьям Она много Трудилась Всем Приветствуйте Андроника Июнию Дроников Моих И узников Со Мною Прославливших Между апостолами И прежде меня Еще верующих Во Христа Адроника Июнии Они тоже Евреи Которые Были арестованы Вместе С Павлом Какой Арест Мы не знаем Возможно Что Кроме Того Что нам День Лепост Рассказывал Рассказывает Были Еще Какие-то События О которых Не упоминается В книге И Которые Пришлось Пережить Павлу И он Здесь Подчеркивает Что Они были В Машех Прежде Него То Они были Первыми Верующими В Иешуа И возможно Они пришли К вере В Иерусалиме Давайте Дальше 8 и 9 Приветствуйте Урбана Сотрудника Нашего Во Христе Стахия Возлюбленного Мне А приветствуйте Амплия Возлюбленного Мне В Господе Урбана Снова Три Человека Которым Павел Передает Приветствие 10 стих 11 Приветствуйте Апелеса Испытанного Во Христе Приветствуйте Дверных Из дома Аристов Волова Приветствуйте Иродиона Сродника Моего Приветствуйте Из домашних Нархиза Тех Которые В Господе Апелес Испытанный Во Христе Тот Кто Прошел Испытание Остался Верным Он Доказал Во время Испытания В течение Долгого Времени Что он Верен И говорится Здесь О верных Из дома Арестовала Возможно Возможно Мы Мы Видим Что Есть Что Имеется Верных Из дома Те Которые В доме Его Верующие Находились Те Что Собираются В его Доме Имеется Ввиду То же То же Самое Имеется Ввиду Об Иродионе Возможно Арестов Братом Может быть Ирода Царя Ирода Иродион 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 Сродник Мой Это Имя Которое Дается Только Сынам Которые Семьи Ирода Мы Помним Ирод Кто Такой Ирод Мы знаем Даже Есть Такая Гора По Имени В Иудеи Преследовал Ирод Который Считался То же Самое Действие Бог Может Делать Семьи Кто Сейчас Преследует Общину Имя Шеха Несколько Дней Назад В Кнессете Решили Что Одна Из Общин Мессианских Не Получит Освобождение От Мас От Налогов Кто Были Те Люди Которые Решили Не Освобождать Мошегафни И Яир Лапит Это Было Чудо Яир Лапит Мошегафни Они Были Вместе Они Всегда Были Против Мерующих Мессианских Но И В них Господь Может Сделать Чудо И В их Жизни Тоже Действовать Привлечь И Узнать И Шуа И Сейчас Давайте 12 стих Приветствуйте Трифену Трифосу Трудящихся Господи Приветствуйте Персиду Возлюбленную Которая Много Потрудилась Господи Мы Говорили О Сестрах Которые Трудятся Тяжело Для Господа У нас Не написано Как Как они Трудятся Что Именно Они Делают Но Подчеркивается Что Что Важно Смысл их имен Нежная И Что То есть Перевод на Иврит Я не могу Сказать точно Как это перевести То есть Одина Нежная И Унежненная Что Они тяжело Трудились Для Господа То есть До Много Трудились Итак Тринадцатый Стих Приветствуйте Руфа Избранного Господи И матери Его И мою Руфа И мать Его Возможно Это Сын Симона Который Нес Крест Господа То есть Обратите внимание Что здесь Он Приветствует И дает Уважение Руфа И он дает Уважение Сынье верующих 14-15 Приветствуйте Асинкрита Флегонта Эрма Патрова Эрмия И других Сными Братик Приветствуйте Филолога Юлия Нерея И сестру его И лимпана И всех Семьи Святых У нас есть Привет Еще Десяти Человек Мообщины Обратите Внимание Есть Список 28 человек Имен Которых Павел знает Ценит Несмотря Несмотря Что он не был В Риме Он еще Не был В Римляне Он Мы можем Быть уверены Что Павел Молится За них С великим Усердием Но Как Насколько Мы Мы Знаем О людей Как мы Молимся О тех Людях О которых Мы знаем И как мы Благодарим Бога За них И сколько Мы молимся За тех Кого Мы знаем Если Если Посмотреть На Общину В Римляне У нас Есть Список Ими Поймены 28 человек Которые Живут И действуют В общине И Это только Служители Это Служители Это Не Пасторы Это Служители То есть Мы видим Община Живая И действующая Здоровая Община Где Машех Живет Внутри Нее Которые Приносят Плоды Нашему Машеху И Продолжение Павел Павел Их Хвалит В 16 Сихе Приветствуйте Друг друга С Слованием Святым Приветствуют Вас Все Церкви Христовые Что Все Общины Дают Привет Это Кажется Что Павел Приходит К концу Этого Послания То есть Он Говорит Будьте Благословенны Но Но Это Не совсем Колец Он Продолжает Еще Немножечко Он Продолжает И Переходит К Предупреждению Перед Опасности Которые Могут Произвести Будущем И Опасности Которые Других Общинах Которые Возникли И он Предупреждает Их Об этом В 17 Стихе Умоляю Вас Братья Остерегайтесь Производящих Разделение Соблазны Вопреки Учению Которому Вы научились И клоняйтесь От них Ибо Такие Люди Служат Не Господу Нашему Ишу Машиху А своему Чреву И Ласкат Своими Красноречием Обращая Сердца Простодушных Ваша Ваша Покорность Верия Всем Известна Просимо Я радую Из-за Вас Но Желаю Чтобы Вы Были Мудры На Добро И Просты На Зло Бог Жемира Даст Сакрушить Сатану Под ногами Вашими Вскоре Благодать Господа Нашего Ишо Маше Ха С вами Аминь Когда мы говорим О опасностях О предупреждениях Которые Павел представляет Здесь Одна из опасностей Люди Которые Разделение Производят Павел призывает Нас Остерегаться Другая Опасность Это Лжеучителя А проблема С Лжеучителями Они Не пишут О себе Мы У них Написано На лбу Мы Лжеучителя У них Не написано Так Но Они Пренебрегают Другими Они Приводят Сердца Людей Которые Слушают К неправильным Путем То есть Они Через Ласкательство Красноречия Через Таким Обратом Что Привлекает Сердца Простодушных Людей Поэтому Важно Развивать Различения Слово Божьим Когда Придут Лжеучители Манипулятивные Люди Чтобы Могли Бых Узнать И отдалиться От них В 19 Павел Говорит Он Хвалит Что Известна Покорность Верии Если мы Идем Первое Восьмой Восемь Один Восемь Один У нас Написано Что Слово Их Веры Слово Вера Которое Слышано Во всем Мире И Есть Послушание Послушание Что Во всех Местах И Очень важно Чтобы Эти два Вещи Были Вместе И Вера И Послушание Вера И Послушание Это две Ищи Вместе Идут Покорность И Послушание Он Продолжает В 19 Стихе Но Я Желаю Чтобы Вы Были Мудры На Добро И Просты На Зло Важно Чтобы Мы Могли Различать Между Двумя Видами Простодушности Мудрость И Мудрость На Зло Есть Ошибочная И Искренность Ошибочная Такая Наивность Которая Ведет К неправильным Путем Которая Может Бить С пути И В 20 Стихе Бог Ши Мир Закрошу Стану Под ногами Ваши Кори Благодать Господа Нашего Ишома Шеха С вами Снова Масах Хочет Экран Показать Бог Мира Сокрушить Под ногами Вашими Вскоре По-гречески Сокрушить Это означает Это Раздавить Размазать Это напоминает нам То, что То, что Обетование В 3.15 Битие 3.15 То, что Когда Бог Говорит К Змею И говорит Что Будет Вражда Между тобой И семенем Жены Между тобой И семенем Жены Он Тебе Голову Сокрушит Голову И ты Будешь Подготовить То есть Семени Жены То есть Размажет Твою Голову Но ты Будешь Его Стат Ужарить Этот стих Бог Жемир Под ногами Вашими Вскоре Он Этот стих Напоминает Обетование Которое Дано В Путие Прикликает Кстати Написано Что Что Через Малое Время Что Вскоре Бог Сокрушит Стану Когда Мы читаем Эти слова Можно Подумать Что Павел Написал Это Питание Писание Сейчас Написал Но Он Написал Ее Две Тысячи Лет Назад Это Послание И Если Он Тогда Что Вот Вскоре Придет Господь Вот Вскоре Сокрушит То Это Говорит Что Время Близко Намного Ближе Чем Тогда К Присшествую Господа Продолжим 21-22 Тимофей Приветствую Вас Симофей Сатрутик Мой Луций Иерсон Исосипад Сродники Мои Приветствую Вас Господь И я Терти И Писавший Это Послание Приветствую Вас Гай Страноприимец Мой И всей Церкви Приветствую Вас Эра Городской Краснохранитель И Брат Квар Павел Не забывает Не тех Которые С ним Находятся Что Они Нуждаются Мира И Принятия Верующих В Риме Чтобы Они Показали Это Братолюбие Братскую Любовь Терти Которые Написал Это Послание Которые Писал Павел Диктовал Ему Эти Вещи А он Записывал Что Написал Который Привел Это В Надлежащий Вид Он Написал Все Что И Он Принес Это Павлу Павел Поставил Печать Свою Печать На Это Послание Благодаря Циклос Познание Свои Иисус Ахристоф Семи Вами Павел Заканчивая Здесь Слова Прощание Он Тем Что Он Их Не Посетил Но Он Настолько Их Любит И Ценит Что Он Указывает На Бога Что Бог Может Вас Укрепить Что Он С Вами Во Веки Веков Можно Было Дважды Подумать Что Заканчивает И Он Продавает Еще Немножко В Пятнадцатом Стихе 33 У нас Есть Окончание Бог Жи Мира Добудется Всеми Вами В 20 Стихе А В 16 20 Бог Жи Мира Добудется Всеми Вскоре Он Укрепляет Их Он Напоминает Им Вами Он Хочет Заканчивает И Вроде Как Ну Еще Немножко Продолжает Еще Немножко Он Насколько Их Любит Что Как Будто Не Хочет С Немножко Оставаться Он Ободряет Их Верующих Римлян Чтобы Они Были Постоян И Он Указывает Что Бог Способен Вас Укрепить Бог Может Более Чем Просто Спасти Он Может Вас Укрепить И Направить Помочь Поддержать И Сразим Эти Вещи И Дополним И И Песни Которые мы Налава Седер Любим петь Дай Дайену Если Он Только Был Спас Было бы Мне Достаточно Но Он Не Только Спас Спас Меня Он Вложил Меня Свой Дух Он Дает Мне Силы Чтобы Продолжать По В Путете Это Благословение Это Чудесный Бог Наш Павел Продолжает И Говорит Здесь Он Говорит Об Откровении Тайны Которая Была Скрыта И вот сейчас открылось, что какая-то тайна, о которой говорит Ефесянам 3, 5-6. Давайте посмотрим. Ефесянам 3, 5-6. О какой тайне идет речь? Которая тайна не была посвящена прежним поколениям сынов человеческих, как ныне открыто святым апостолам его и Бороком Духом Святым, чтобы и язычникам были сонаследниками, составляющими одно тело и сопричастниками обетования его в Ефесянам и Шейхе посредством благовествования. Павел, который посланник апостола и язычников, говорит здесь евреям, верующим в Ефесянам и не евреям, что и язычники будут сонаследниками. Они не заменяют, но они сонаследники, совместники, соучастники. Потому что, во-первых, обетование на Израиле, во-первых, это тайна сокрытая, которая открылась вдруг, что и язычники будут сонаследниками, не только евреи. И все эти вещи приводят к тому, что Ешуа примется славу, хвалу и честь, что в Ешуа, во веки вековом, что это наше стремление нашей жизни, принести ему славу. А зачем говорилось в Теслании? Давайте маленькое окончание 16 этих стихов пройдемся. Говорится, что все люди согрешили, и через то, что согрешили, то есть они находятся под гневом Божьим и нуждаются в спасении. Это спасение дается только Богом, через смерть, которая покрывает. Это спасение должно быть принято верою. Бог призывает нас освящаться и отдавать себя. И он говорит, что нет никакого обвинения тем, кто во Христе Ешуа, никакой вины тем, кто бы Ешуа в Машейхе. И он говорит, что все зависит к благам верующим, возлюбленным, которые любят Бога. Но Бог свой народ не отверг. Не странно то, что народ израильский находится в неверии. Но Бог его не пренебрегает им. Но это все по плану Божьим. Что будет, придет день, когда весь Израиль спасется. А верующий? Верующий должен тренироваться жизнью веры. Практически. Каждодневно, ежедневно. Через духовные дары, которые тренировать, развивать свои духовные дары. И через принятие других, которые не такие, как мы, так же, как Ешуа принял нас во Христе. То, что мы дети Божьи, это нас не освобождает от того, чтобы мы послушались, были послушны земным правительствам и властям. И слава Господу за это послание, за то, через которое Бог действовал и в нас в это время, в наших сердцах. Давайте помолимся. Отец, мы благодарим Тебя и благословляем Твое, Господь, за Твое действие благое, которое Ты делаешь. Благодарим Тебя, Отец, за это послание, Господь, и то, что, о чем Ты говоришь в нашем сердце, через эти стихи, которые мы сейчас прочитали. Благодарим Тебя, что есть у нас спасение, Господь, в Тебе. У нас надежда, Господь, в Тебе. Эта надежда сильная, это как бы якорь для души нашей. У нас нет никакого осуждения в Ешума-Шейхе. Мы можем быть уверенными в Твоих обетованиях, Господь, что Ты позаботишься, что все это сбудется, в конце концов, и что это будет во благо нам, на благо тех, кто любит Тебя. Благодарим Тебя, благословляем Тебя. Мы хотим, чтобы и сейчас в нашей общине в Кармеле Ты был жив и действен, Господь, внутри нас, а среди людей, которые здесь находятся, которые среди нас, которые члены общины, чтобы мы были, узнали, а чтобы было известно о нашей вере и нашем послушании, и покорности в Тебе, продолжая свое чудесное действие внутри нас, Господь. Большим Ешуа, по славу Его. Амин. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова